Окей, ты можешь сказать, что отношения, которые у вас сейчас с Леоном, они просто невероятно крутые? Ну так мы перед друг другом так и не объяснили с толком. Окей, ты сейчас влюблен? На это обязательно отвечать. Всем привет, ребятки! С вами YouLoveHome, а конкретно сейчас Трейсичка. У меня к вам вопрос. Мои любимые ананасики. Скажите, олды в здании, кто помнит Ларису Гузееву? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что это феорическое возвращение Ларисочки Гузеевой. Это Ларисочка Гузеева 2.0. Итак, вкратце, я уже не живу в YouLoveHome, но я участница и многих моментов, интриг, любви, поцелуев, я этого всего не знаю. Но у нас разные интриги происходят в доме, и мы как бы уже снимали вам реалити, но мне кажется, тут не хватает моей руки, чтобы я раскрыла каждого и узнала все-таки, что у вас происходит, какие там романтические отношения. Поэтому сегодня мне нужно провести расследование и понять, что происходит в доме, кто с кем, что как. И интересный такой моментик, ребят. Когда я говорила о том, что я хочу вернуть Ларису Гузееву, очень позитивно на это откликнулись Карина, Кирилл и Лиза Анора. Честно, меня это смущает. Я не думаю, что они хотят Ларису Гузееву, потому что им нравится моя невероятная харизма и моя прекрасная улыбка. Я думаю не поэтому, я думаю, потому что они хотят что-то вам рассказать, но сами стесняются и хотят это сделать через меня. А мы начинаем наше расследование. Все, поехали. Не забывай ставить лайк и нажимать на колокольчик. Приветик, ты такая красивая. Привет, любовь моя. Слушай, можем поговорить? Конечно. Да? Окей, тогда сядем на твою кровать. Сядем, давай дверь закрой. Давай. Слушай, тут такая история. Это мы сейчас снимаем на наш ULAV, на общий. Я могу сказать, что вот мы снимали реалити, и мне кажется, что вот эти все наши сорок, это какая-то неразбериха. И нужно нашим друзьям, нашим ананасикам, подписчикам все-таки рассказать, что происходит на самом деле в доме. И для этого, как бы, Лариса Гузеева вернулась, но это обновленная версия Ларисы Гузеевой. Это Лариса Гузеева 2.0. What? Да. Лариса Гузеева вернулась? Да, Лариса Гузеева вернулась. Не знаю, радоваться или плакать. Радоваться, радоваться. Лариса Гузеева вернулась. И у меня будет три вопроса, на которые ты можешь ответить развернуто, либо просто да-нет, как тебе захочется. Ну, мне уже не с кем шиперить. У меня все. Тебя не с кем шиперить. Поэтому, да. Окей, хорошо. Последний у нас фрагмент закончился на том, что у нас была ситуация с Бэмби. Скажи, Бэмби уже давно нет в доме, он уже давным-давно в Иксо. Да. Как ты относишься к нему? Ты о нем вспоминаешь вообще что? Нет. Тебе все равно? Да. Бэмби уехал, уехали воспоминания и все-все-все. Получается, все, что было с Бэмби, по сути, это прошлый опыт. Конечно. Понятно. А вот то, что было с Бритни, то, что Бритни устраивала истерики, помнишь в этой комнате? Да, я помню, что Бритни устраивала истерики, но мы вроде бы с ним разобрались тогда. Окей, ты сейчас влюблена? Ага, понятно. Окей, ну и последний вопрос, скажи, я тебе нравлюсь? Конечно. Ну, Карина, я тебе так скажу, ты знаешь, что ты крошиха, самая лучшая, самая красивая, самая классная певица, очень круто поешь, что ты смешная, интересная. Ребята, ну правда, Карина же у нас такая красотка, фигура бомбическая, голос обалденный, ответственная, ну такая женщина шикарная. С этих глаз слезы не должно быть, ни одной слезы, понимаете, ни одной. Карин, скажи, это я тебе расстроена? Нет. Окей. Когда я вижу тебя, у меня самые позитивные эмоции и мысли, поэтому давай я плюю все. Карина, я тебя люблю, я тебя тоже. Окей, хорошо. Все, не расстраивайся, не грусти. Ты знаешь, если что-то нужно поболтать без камер и Кирилла, можешь мне сказать. Знаю. На самом деле можно спросить, типа, зачем вы это снимаете, для чего это все, но просто наша жизнь это блогерство и иногда мы не можем вам объяснить наше поведение, потому что вы многого о нас не знаете. Получается, мы вам в стори показываем только одну какую-то сторону. И потом, когда у нас какие-то эмоциональные выгорания или грустинки, то вы такие, камон, что происходит, вроде недавно она улыбалась и тут что-то с ней не так, а что она не вышла в эфир. И хочется, чтобы нас любили не только потому, что мы веселые, смешные, потому что там Карина круто поет и она красивая или я там смешная, а чтобы вы любили за все составляющие нашей души. Вот такая вот Лариса Гузеева 2.0. Все, поехали дальше. Теперь у меня на очереди кто-то из ребят со второго этажа. Погнали. Привет. Короче, ребята, чтобы вы понимали, Лиза Найс и Лиза Нора спят на одной кровати. Они такие подружки, они такие красотки, которые любят спать вместе, обсуждать парней по ночам, кушать бисквиты, мороженое. Лариса Гузеева у нас никого нет. Знаешь, это Лариса Гузеева 2.0 и Лариса Гузеева теперь не просто... Я больше никакой заходить не буду. А Лариса Гузеева уже никого не закрывает. Она не просто не шиперит вас, она просто заходит вглубь вашей души и рассказывает подписчикам, нашим ананасикам, почему мы иногда грустные, но в основном мы всегда показываем себя в ютубе, что мы такие веселые, чувихи, такие все прикольные, но хотелось бы показать немножечко правды. Окей, ты можешь сказать, что отношения, которые у вас сейчас с Леоном, они просто невероятно крутые? Да. Ты счастлива? Да. Это очень круто, потому что на контрасте сидит улыбающаяся Лизочка, просто очень радостная, светлая и плачущая Карина. Вот как видите, как у нас тут перепады. Окей, Лиз, скажи, вот ты наблюдаешь, что у нас в Юлаве, по сути, вот все говорят, не с кем шиперить, не с кем шиперить, но тебе не кажется, что на самом-то деле каждый раз циклично все влюбляются в друг друга? Или нет такого у нас? Нет, реально сейчас не с кем шиперить. Не с кем? Ты считаешь, что нет тут какого-то тайного влюбленности? У нас же мальчиков мало. Артем, Леон, Кирилл, Женя, это все? Ну да. И Максим. И Максим. Вот, Леон мой, у Артема есть кто-то. Да. А у нас остается Жень мальчика, Женя всех отшивает. Что ты скажешь насчет Кирилла? К Кириллу все относятся как, ну типа как, ну не к лучшей подружке, но просто как к другу. Понятно, это очень интересно. Спасибо, Лиза. Я веду расследование для того, чтобы понимать, как вас потом разматывать. Поэтому я беру такие мини-интервью. Окей, Лизочка, Аноура, садись сюда, у меня к тебе есть вопросы. Как у нас все закончилось? У нас Бум Бэби уехали в Иксо. Эта тема, в принципе, давным-давно уже закрыта. Мы ее 300 раз перетерли. Но скажи, у тебя есть такое ощущение недосказанности подписчикам со стороны этой ситуации? Ну, думаю, да. Потому что это очень глупо по мне. Просто, блин, я не хочу его видеть. У тебя есть такое, что ты как будто бы недосказала, что, ну, ты недорассказала именно... Вы же, по сути, весь ваш любовный союз, я как реально, как гузей, я уже разговариваю, был очень публичным. Все было на камеру. На самом деле, нет. Мы тоже не целовались на камеру. Мы не говорили о том, что между нами что-то есть. Мы просто снимали вместе видео, а зрители думали, что они хотели. Вот, вот, ну, в плане все ждали и все очень хотели, всем нравилась ваша пара. Они за этим наблюдали. И, естественно, когда произошел, ну, как бы, разрыв, то все начали до тебя докапываться, что случилось, туда-сюда, переписки и все такое. И вам приходилось объясняться не только перед друг другом, но еще и перед аудиторией. Ну, так мы перед друг другом так и не объяснились толком. Ну, типа, ну, просто, ну, мне кажется, не очень корректно обсуждать это, типа, без него. Да, то это, собственно, странно. Но я скажу одно. Мы обсуждали, там, некоторые видео с ним, которые он вкладывал. Я ему сказала, что, типа, сейчас не время это делать, типа, потому что ты только уехал, будет много хейта, будет, ну, будут много чего спрашивать. Лучше, типа, побудь пока там сам, без всякого шиперства. Вот, на что он мне ответил, это моя работа. Типа, я буду делать так, как считаю нужным. Ну, я говорю, ну, все, типа, давай. Ну, мы ссорились, и в этот же момент он там написал, ну, дурацкие комментарии, которые меня очень обидел из-за дел, потому что в этом комментарии было четко написано то, что все, что было, для него ничего не значило. И он может все так легко отпустить. Хорошо, тебе сейчас кто-то нравится в доме? Нет. Никто не нравится? Даже чисто теоретически? Нет. А вот то, что вы так много времени с Кириллом проводите? Я помню даже период был, когда вы просто тут тусили вдвоем целыми днями. Ну, потому, ну, опять же, это... Просто от подружки, конечно. Просто как подружки, я не воспринимаю его вообще как парня. Ну, я не... Ну, блин, я просто не хочу обижать никого. Ну, говори, окей, с одной стороны, ребят, а с одной стороны, если это Лиза на мнение, то как, кого она может обидеть? Тем более, очень толерантно. Вы очень толерантны вообще все. Ну, просто не мой типаж, ну, он, понимаешь, он характером, как я. И, типа, это невозможно, чтобы в паре были такие... Понятно. Окей, как ты относишься к возвращению Ларисы Гузеевой 2.0? Просто я не понимаю, типа, кого ты с кем будешь шиприть? Просто в доме никого нет. Тогда хоть у нас было много мальчиков, и реально было там лямур, тужур, только у Лизы с Леоном все зарождалось. Ты помогала. Она смирила с Даней. Потом, ну, типа, что у Каримы с Никитой было, я не помню. Ну, типа, что ты там делала? Ну, вроде бы, в комнате их не закрывала. Нет, нет, не закрывала. Вот, там... Я не закрывала, потому что Бэмби был крайне против. Получается, ты считаешь, что у меня задачка непростая? Получается, 2.0 очень сложно, потому что никого нет. Да. А знаешь, я думаю, что Лариса Гузеева в этом выпуске будет не только любовные отношения раскрывать. Я просто думаю, что хочется показать настоящий внутряк. Вот помнишь, мы всегда обсуждали, что мы хотим, Елабам, показать реальную правду? Ну, да, помню. Но мы всегда лукавим в наших тех реалити на самом-то деле. Мы как будто бы готовимся. Мы такие, сегодня будем обсуждать вот эту вот срачку. Ну, когда был последний выпуск новостей, там, где мы ссорились с Аней, ну, это было трушно просто. Ну, мне всегда пофиг. Это Аня не хотела обсуждать. Я, типа, нормально об этом говорила. Спасибо тебе большое, Лиза. Пожалуйста. Я пойду искать других жертв. Итак, ребята, значит, подытожим то, что мы увидели сейчас. Значит, Карина, Карина, у нее какие-то еще есть чувства к кому-то из участников дома? Я пока что не знаю, кто это. Ходит много разных сплетних, слухов, кто это может быть. Кстати, пишите в комментариях вашу теорию. Я не знаю, поэтому я не буду говорить точно, потому что я реально не знаю. А насчет Лизы Аноруэ. Понятное дело, что вся эта история с Бомом, она очень болезненная, тяжелая, и мы не будем в ней копаться по тысячу лет. Просто мне кажется, что если есть момент недосказанности и кажется, что вот, подписчики мои не до конца что-то знают об этой ситуации, то круто было о ней рассказать. И, в принципе, Лиза рассказала то, что она хотела. Лиза Найс меня удивила, потому что они обычно с Леоном всегда вместе. Они всегда вместе в комнате. Они практически, на самом деле, ни с кем не общаются, на мой взгляд. И поэтому я и спросила вопрос про одиночество, потому что, мне кажется, не чувствует ли она, что они как бы в доме с Леоном только вдвоем. Но, опять же, Лиза в последнее время, Найс, живет с Лизой Аноруэ, и они могут быть там действительно по ночам или вообще проводят много времени вместе в комнате, разговаривают друг с другом. Как бы я не живу в доме, это самая большая проблема, потому что я, по сути, уже ничего не знаю. Так что мы вместе с вами разбираемся. И, конечно же, нужно опросить Кирюшеньку, Бритни. Бритни очень не любит, когда к нему лезут в голову, но я постараюсь. Ребят, я все делаю ради вас, так что не забывайте ставить лайки. И пишите, пожалуйста, в комментах, в правильном направлении я двигаюсь или нет. Погнали! Итак, Кирилл, ты знаешь, что Лариса Гузеева возвращается. Я знаю, что ты не любишь, когда к тебе лезут в голову. Так что ты думаешь насчет Ларисы Гузеевой и возвращения, и всего остального? Правильно думаешь, поэтому мне не нравится эта идея. Окей, но помнишь, мы как-то обсуждали то, что, блин, вот классное время, когда мы снимали тогда Ларису Гузееву, и ты был, как бы поддерживал эту идею. Почему вот тогда ты поддержал эту идею? Потому что это, я не думал, что будет касаться меня. Тебе просто нравится, когда вот у нас в доме вот эта вся движуха туда-сюда. Интересно жить. Окей, ты сейчас влюблен? На это обязательно отвечать? Ну, просто. Как хочешь. Мука летает. Понятно. Это правда, что ты считаешь, что все девочки из You Love Home, они абсолютно для тебя, ну, не твои типажи, и Лиза Аноруя жалуются на то, что ты можешь там рассматривать других девочек в ТикТоке, а все наши девочки для тебя не очень красивые. Ты меня решила закопать? Почему? А что? Что я такого спрашиваю? Извините. Это обычные вопросы, ну. Ну, не все. Не все девочки? Да. Понятно. Ну, вот ты очень много времени проводишь с Лизой Аноруей. Вы просто дружите? Да. Окей. А что с Кариной? Общаемся. Общаетесь. А бывает такое, что когда ты общаешься с Кариной, ты немножечко выходишь за грань, начинаешь ее обнимать, целовать, крепко ее... Да. Это просто по-дружески? Да. Понятно. У тебя есть лучшие друзья в You Love Home? У меня вообще понятия лучших друзей нет. А просто друзья есть у тебя в You Love Home? Да. Леончик, Лиза, ты. Называйте и звоните по номеру 380578323. Промою вам мозги. Хорошо, Кирюш. Тут сидит сзади твой друг, который наблюдает за всем нашим разговором. Леончик. Как ты относишься к Ларисе Гузеевой? Отлично. Отлично? Тебе нравится этот формат? У меня очень. Прикольно. Скажи, тебя бесит You Love? Нет. Не бесит? Ну, типа не все. Не все. Понятно. Если так почистить чуть-чуть, то будет супер. Ты считаешь, что нужна очистка в доме? Конечно. Ага, понятно. Ты давно так думаешь? Да все так думают. Все так думают, что в You Love нужно кого-то убрать. Конечно. Это участники? А я не хочу говорить. Ага, понятно. Ага. Ого. Лариса Гузеева 2.0. Раскрываются новые линии, новые грани. Это совершенно новый, новый, новый выпуск. Ребята, ты чувствуешь себя одиноким в You Love Home? Не. Я коммуника... Я человек коммуникации. Ну, типа я с кем угодно могу найти контакт. И все, типа не беспорядок. Угу, угу. Понятно. Ты чувствуешь то, что ты в отношениях, что ты в каких-то рамках? Я бы не сказал, типа потому что, как бы, трэйси с этим никаких нет. Мне куда-то надо, типа я поеду. Ну, то есть, я испытываю комфорт. Хорошо, скажи, я тебе нравлюсь. Трэйси, давай встречаться. Нет, Трэйси самая крутышка. Спасибо. Да, Трэйси... Слушайте, это так странно. Я каждый раз, когда спрашиваю вам, я тебе нравлюсь, я была уверена, я решила, в принципе, всех спрашивать этот вопрос. Я думала, что все будут, типа, ржать и говорить ха-ха, типа, но все отвечают как-то да. Трэйси, Трэйси, ты позитив, мы тебя очень сильно любим. Окей, все, спасибо вам, ребята, я пошла дальше. Давай. Ну, в общем, вопрос такой, скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя одиноким или лохом? Нет, нет. Ты не чувствуешь себя одиноким, потому что у тебя есть подписчики, ты ведешь с ними постоянно прямые эфиры, или потому что у тебя здесь есть люди, которые не дают тебе быть одиноким? Да, мне кажется, и то, и другое, потому что я общаюсь хорошо с Кариной, с Аней, вот, и веду эфиры, да, тоже общаюсь с подписчиками. Ага, понятно. Скажи, пожалуйста, вот такой момент, это правда, что ты сказал своим подписчикам, что ты встречался с Кариной? Да, ну, я, я просто, мы скрывали это, и не хотели тревожить подписчиков, потому что, ну, не знаю, просто не хотели, и потом я вспомнил то, что, ну, как вспомнил, я всегда говорил правду своим подписчикам, и там сто раз задавали вопрос типа, встречаемся ли мы? Да. Я постоянно отвечал, нет, 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 а потом меня все-таки взорвало, и я сказал, да, было такое. А ты спросил Карину, вы же вместе скрывали, ты, получается, первый рассказал своей аудитории? Да, да, но мы не... ладно, был договор. Был договор, да, но ты не сдержал свое слово, да? Ну, да, но был договор, чтобы говорить, что мы не встречаемся. Да, а ты что сказал? Я сказал то, что мы расстались. Корл! Дэнг! Раунд! Это раунд! А как бы ты бы отнесся к тому, чтобы Карина сейчас вот резко начала встречаться с Кириллом? Мне кажется, никак, ну, это норма. Мы же уже давно. Расстались, вы расстались. Ну, вы просто друзья, да? Да, мы хорошо общаемся просто. Тебе тяжело быть ее другом? Нет. Мне кажется, ей тяжело быть моим другом. Ага. Понятно. И как ты к этому относишься? Нормально. Нормально. Ты думаешь, что, как, это пройдет у нее просто и все? Да. Ага. А ты не боишься, что когда пройдет, ты поймешь, что она была раньше? Нет, нет, нет. Ты одинокий волк. Точнее, дракон. Ты одинокий дракон. Да, да, да. Понятно. Окей. Ну, спасибо тебе большое за то, что ты такой искренний. Действительно, Женя поотвечал на такое огромное количество вопросов и очень-очень-очень честно. А все скрывались, что ли? Ну, например, Кирилл был немножко на морозе. Карина была очень искренне. Практически все, вот Кирилл там что-то знаешь, как-то мышанство такое попахивает каким-то мышанством от Кирилла. Но я докопаюсь до сути. Окей, хорошо, тогда снимайте к токи. Спасибо, что уделил время. Я и не рассказывал про отношения ничего. Но я сказал, что мы расстались. Все, что было. Мы не говорили, что мы будем скрывать то, что было. Мы говорили, что мы будем скрывать то, что мы встречаемся. Да, 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 конечно, Женя, конечно. Тебе вообще не смущает вот эта вся штука, что поднимает обратно все эти темы? Вообще нет. Ну, это же было реально. Мы же хотели реалити, чтобы ребята увидели, что как происходит. Да, мы уже хотели реалити, но мы с тобой изначально как бы оговорили все вопросы. Так, я придерживаюсь их. Я тогда не рассказал, что мы встречаемся. Я сказал после, что мы расстались. Ну, классно, но просто меня так же миллион раз в день об этом спрашивают. Я, типа, все равно игнорю эти вопросы. Но ты же мне даже не сказал ничего об этом. Подожди, ты сразу ее потом спросил, нет? Нет, если бы подписчики не начали мне писать, что, типа, Байтов рассказал, рассказал, что мы встречались, это правда, бла-бла-бла. Я думаю, да нет, в смысле? Он не мог рассказать, что ты... Скажи, пожалуйста, Максим, ты чувствуешь себя одиноким в You Love Home? Очень, да. Почему? Не знаю, мы как-то перестали все вместе общаться. Ну, мы вот недавно с девочками выезжали в парк катались, было весело. Типа, ты как-то отстраняешься от всего, что, в принципе, происходит. Много какой-то агрессии, типа, не хочется принимать участие необузданных, знаешь, типа, каких-то в твою сторону агрессивных слов, неоправданных. И не хочется в этом участвовать. Вот была ситуация с цепочкой, вы в You Tube, наверное, видели. И в Максима Инстаграме. Лиза участвовала в 24 часа в кровати, билась с ребятами. Они, типа, я не сказал биться, прям убивать друг друга. Я сказал, типа, кто кого скинет, можете пообщаться и тому подобное. То есть я им сказал условия, которые должны быть в челлендже. Но они же пошли по своим правилам. Лиза потеряла, что это, браслет. Да. Браслет, который подарил ей бум. И заметила уже после съемок, запачкала одежду, хотя ей сказал переодеться. Артем вытащил все свои, сережку снял, снял все. Я его собрал и все понес в дом. Лиза этого не сделала. И на меня она ехала. Ну, есть момент. Просто я понимаю, что она не думает, что говорит. Я с этим пытаюсь смириться. Мне просто обидно из-за того, что человек, с которым мы дружим и общаемся, позволяет себя так вести. Я ей уже это объяснил. То есть мы уже с ней говорили. Я сказал, ты не права. И я пошел на следующий день искать ее браслет. Она на меня обиделась. Она перестала со мной общаться, здороваться. Типа, вот так, привет. Так она обычно не говорит, знаешь. Я пошел искать ее цепочку. Здесь прошелся, ничего не нашел. Уже сижу в такой в отчаянии. Думаю, капец. Так вот ноги у меня стоят. Я смотрю на кроссовок. Уже кроссовка браслет лежит. Я беру его и думаю, ах, ты же зараза. Сейчас я приду к тебе и буду разматывать тебя. Скажи, пожалуйста, а почему Катя ревновала тебя ко мне? Ты мне нравилась. Ты мне нравилась, но потом как-то это все переросло в дружбу. Такое я такой, а, круто. Ну, не то, что переросло все в дружбу. Господи, сейчас не то подумает, полбесы. Ага, ага. А что она ревновала? Боже, а что ты так издалека зашла? А что она ревновала? Ага, ага. Ну, получается, сейчас вся твоя жизнь это Юла Холм? Практически, да. Ну, у меня еще, типа, тренировки. В принципе, ты все сама знаешь. Угу. Но... Есть то, что ты хотел бы рассказать подписчикам, но не можешь, потому что считаешь, что это стыдно, или еще что-то, и ждешь каких-то совпадений событий, чтобы об этом рассказать? Да нет. Максим, ну ты же понимаешь, что тебя очень сильно любят подписчики, и что ты один из самых топовых в доме? Я... Ты это осознаешь? Нет. Знаете... Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях Максима, что он самый топовый, и что он действительно очень крутой, и что вам нравятся ролики, которые делает Максим Гиппо. Максим, ну иди сюда. Ну, Максим. Максим, ну почему? Ну, мы все очень чувствительные, ничего в этом такого нет. Мы же эти тиктокеры. Круто, правда? Ты просто устал от того, что постоянно все что-то тебе предъявляют, и ты чувствуешь себя одним во всем этом. Я понимаю тебя, это очень сложно. Как ты сказал, каждый занят с собой. Какашка, ты поняла? Каждый занят с собой. Короче, ребят, мне кажется, это был просто самый чувственный выпуск на Юлаве. Это был просто самый чувственный выпуск. Чувствую я себя странно. С одной стороны, ребята столько всего рассказали о себе, и я как бы тоже участница. Я как бы Лариса Гузеева, и я со стороны за всеми наблюдаю и шиперю. Но одновременно, и мне бы тоже хотелось бы вам свою внутренность... Мне хочется свои внутренности вам показать, что ли. Так что, ребят, я не знаю, я в замешательстве. Пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся ли вам такие выпуски. Продолжать ли мне дальше с ребятами разговаривать на интимные темы. И вообще, в принципе, вы за искренность или нет? Спасибо большое, что вы были с нами, досмотрели это видео до конца. Не забывайте писать в комментариях, нравится вам это или нет, за искренность вы или нет. И с вами был Юла в Хоум и Трейсичка. Пока!